Давайте я продолжу. Что происходит? Смотрите. Здесь сталкиваются интересы розниц и производителей. А сталкиваются они потому, что каналы сбыта разные. И один из каналов сбыта, Валборис, интернет-магазины, площадки эти, они позволяют работать поставщику напрямую, практически с покупателем и выставлять цены, которые не позволяют рознице нормально функционировать, потому что у розницы там другие затраты. Это проблема. Эту проблему надо обсуждать. Но я скажу, что есть компании, поставщики и производители, которые принципиально не работают с этими крупными агрегаторами, понимая, к чему это приведет. И для магазинов, которые хотят не вступать в конфронтацию с крупными агрегаторами, работа с такими компаниями, а это хорошая компания, которая производит прекрасный продукт, является перспективной. Поэтому, да, возможно, будут объединения, которые не подразумевают участие в крупных интернет-магазинах, которые работают с розницей или через оптовую сильную компанию. Такие компании есть. Я всегда привожу пример, как пример порядочных сильных игроков. Это Бомби-Диатриум Краснодар. Есть еще такие. У нас Сергей Мозговой присутствует. Уже сколько лет в этом бизнесе улыбается. Я хотел бы еще спросить у Владимира Суркова. Все-таки, Володя, самый, наверное, самый продвинутый человек у нас в плане работы с интернетом, соцсетями. И ты понимаешь в этом, в чем ты видишь проблему и в чем ты видишь преимущество тех людей, которые с этим уже подружились. Всем добрый день. Меня слышно? Да. Такой очень размытый вопрос. Не знаю даже, как вот прям однозначно на него ответить. Конечно, все понимают, что интернет и интернет-коммуникация – это самый простой, современный и в некоторых местах даже дешевый способ общения с клиентами. Инстаграм, это Ютуб, там абсолютно неважно. Вариантов коммуникации миллиард просто. И ватсап, и телеграм, и все, что можно. Единственное, что, ну, так как я все-таки больше розница, чем опт, хотя опт тоже присутствует там в небольшом объеме. Ну, я, честно, я никогда не работал в торговом центре и не знаю, что это такое. Я пришел из сферы маркетинга и занялся вот с Юлей вместе, мы бельем занимаемся. Я не представляю, как вообще в торговых центрах происходит продажа. Ну, понятно, что на трафике, понятно, что товар висит, но мы с самого начала привлекали, именно создавали аудиторию. То есть мы вокруг своего бренда, вокруг своего инстаграма, не знаю, вокруг e-mail, почты и так далее, мы создавали аудиторию, мы нишевый проект. И у нас, конечно, доля интернета, она близка там к ста процентам. То есть у нас сарафан на радио или интернет, больше у нас никого нет. Он работает на привлечение к вам в шоурумы. Он не то, он в конечном итоге, да, все равно работает на заказ, да, но в первую очередь интернет работает на узнаваемость. Тебя знают, знают, какую проблему ты можешь закрыть, знают, какая аудитория. То есть понятно, что у нас люди с большой грудью, но однозначно не все женщины с большой грудью должны у нас покупать белье. Мы все четко это понимаем. То есть мы четко сегментируем аудиторию и с помощью любых каналов интернета на нее воздействуем. Вот и все, все просто. И как Илона правильно сказала, что интернет – это вообще отдельный бизнес. И отдельные бюджеты, и отдельные команды. И все это достаточно сложно. Нельзя просто взять и открыть интернет-магазин, который будет зарабатывать. Ну, невозможно это. А если, как Амюр сказал, мы вышли в Инстаграм, делали минус 45%. Вот мы, например, сейчас такой кризис, у нас тоже все розничные точки закрыты. Но мы в интернете на все наши базовые основные модели цены подняли. Ну, потому что и валюта, все все понимают. И лучше все-таки проесть то, что потом тебе закупать не нужно будет. А если мы все начнем сразу ронять цены по минус 45%, будь то оптовик или розница, я не знаю, кто потом по нормальным ценам у кого будет покупать. Или придется все слить на Вальберис, продать все склады и потом уйти? Непонятно куда. Ну, да, в недвижимость там или в наемные рабочие китайцам или кормянам, кому угодно можно уйти. Ну, понятно, Володь. Понятно, что твой нишевый продукт, он пришелся все равно ко времени. То есть ты не чувствуешь все равно тех проблем, которые чувствуют магазины, которые стоят в торговых центрах. Именно таких вот проблем я не чувствую только потому, что у нас нет магазинов в торговом центре. Но у нас тоже есть 3-3-тел, он не в собственности, он арендованный. Мы тоже договариваемся со своими арендаторами. У нас тоже есть 40 сотрудников-консультантов, которые должны были вроде как работать, им надо зарплату платить. Это не то, что мы тут сидим, 4 человека, в инстаграме фотки, постим и на этом зарабатываем. Так не получится. Все почувствовали, просто все в разной степени. Хорошо, что у нас есть интернет-магазин, да? Вот синтез должен быть, конечно. Извините, я должен поправку делать вместе. Я извиняюсь, недопонимание есть чуть-чуть, потому что я думаю, что там все здесь умеют считать деньги, как бизнес занимается. Мы 45% просто не снизили. У нас изначально, я вот и знаю, что Вайбер и Озон как работают, у нас изначально цена так построена, я несколько раз объяснил, может, ты тоже помнишь, а мы специально для интернета цена ставили, чтобы защищать оффлайн-магазины. То есть вот эта скидка, которая 45% сейчас идет, он в принципе не существует. Он добавлен, цена к товару. Так как мы уникальный продавец, то есть у нас, кроме нас, никто не занимается US-полу-нижнее белье, то есть не может никто возить в Россию. Я имею в виду официально именно. И так, поэтому мы регулируем цены. Соответственно, у нас цена уже изначально как бы завышена, скажем так, если правильно коротко объяснить, для интернета завышена. Потому что Вайбер так или иначе тебе заставляет скидка делать, даже если ты не хочешь. Сейчас давайте будем честно, как мы все, кто работает в Вайбер, они знают. Или конца сезона, или там коллекция, какой-то Black Friday, постоянно тебе заставляет какую-то скидку делать. Причем, если ты не делаешь, закрывает твой магазин, то есть это не показывает покупатель. Это может быть 25-30%. Но у нас поэтому заложена эта цена, скидка, которую мы сейчас делаем. И мы не таким образом именно это делаем, для того, чтобы не портить розличную цена для офлайн-магазина. В сегодняшний день офлайн-магазин, если покупатель, у него тоже есть это оружие, 40% скидка. Он может это делать, может не делать. Зависит от того, что какой город находится, для его клиента, сколько доступны интернет-магазины. То есть здесь мы ценообразованной торговлей, я всегда против на это, я этим не занимаюсь. Я просто как раз вызывающий какой-то рекламу вышел, то есть вызывающий рекламу вышел, 45% до 45%. А на принципе всегда продается 30-35% скидку. И то, чтобы там перевести в другой магазин. Вот я как раз сейчас ищу способы создать интернет-инстаграм-магазин для себя, чтобы не отдать эти деньги 25% комиссии в Альберсе или там Озону 30 с чем-то. Это как раз способ, чтобы поменять, там еще один канал как бы открывать. Но здесь немножко недопонимания, то есть я как раз очень хорошо понимаю, как цена надо выставлять изначально. Очень долгое время занимался оптовой продажей. И понимаю, что там цена розничная должен быть, а, достигаемая для покупателя, маржинальность должен быть хорошая для оффлайн-магазина и товар качественный должен быть. Вот если у вас эти три составляющие есть, у вас товар пойдет. Поэтому никто не будет свой цепорт. Хорошо, сейчас еще, Володя, спрошу, все-таки падение по сравнению с прошлым годом в процентах, сколько можно сказать вот так вот произошло? В целом... Если сказать именно по интернет-заказам, нет падения. Нет падения даже, да? Хорошо. Вот смотрите, что происходит. Ну, смотрите, как нет падения. Если бы мы остались в том же режиме, в котором мы работали, мы просто очень мобильные. Мы там 30 человек переключили на интернет, поэтому мы как бы сгладили это падение. Мы стали там видео эти снимать, тексты писать, рекламы давать и так далее, и так далее, и так далее. Мы, может, даже сейчас идем чуть лучше, чем в прошлом апреле. При этом, то, что в прошлом апреле мы продавали купальники, сейчас мы не продаем вообще. Это 7, доля 7% продаж, там, по-моему, или 5-7%. То есть мы сильно увеличили просто продажи белья сейчас. Тем самым сгладили падение от непродажи купальников. Да, да, коллекции. И все. Спасибо, Володя. Я хотел еще сосредоточить внимание, акцентировать внимание ваше на одной проблеме. Вы прекрасно знаете, что на рынке масса магазинов, там, десятки тысяч магазинов, которые продают, ну, лишь бы что, да, то есть абсолютно дилетанты, что угодно. Вот эта вот масса, и хорошим магазинам или хорошим интернет-проектам очень тяжело выделиться из этой массы. Так вот задача вот этой вот планируемой, обсуждаемой группы, которая может быть создана, именно выделиться из числа вот этих всех магазинов, чтобы как рефлекс собаки Павлова. Если это Екатеринбург, белье, значит, это Келони. Или еще там, кто в более низком сегменте работает, но их немного игроков, которые знают. Если какой-то город Тамаринбург, куда идти туда? То есть вот задача нашей вот этой вот группы, которая будет сделать так, чтобы мы были узнаваемы. Как это сделать, это обсуждаемо. Но без этого, без того, что мы выделимся из числа непрофессионалов, нам будет трудно продавать. Мы, объединившись, можем это сделать. Посмотрите, что делает, какая узнаваемость у миловицы, да, сколько лет она работала, какая узнаваемость у интимиссии. Понимаете, это стопроцентная узнаваемость. Но это большие деньги, которые они вкладывали. Мы должны сделать это более умно, с меньшими значительными затратами, но чтобы люди, у которых есть деньги, а есть деньги у 15 миллионов всего лишь населения, а не у 120, которые будут работать с хорошим китайским товаром, будут покупать трусы, трусы, бюсты, так бюсты. Но ту ценность, которую вы предлагаете, эти магазины не смогут предлагать. То есть мы продаем не трусы. Люди приходят в эти магазины, должны приходить в магазины, получать удовольствие, то есть эстетическое, моральное удовлетворение, информацию получать, общение. Это социальная такая функция, которую могут нести эти магазины. Вот почему там стоимость может быть другая. Ведь то, что Володя делает, он предлагает людям ценность, особую ценность того, что они приходят и получают великолепный сервис и такой подбор. Вот поэтому это общие пока вопросы, которые будут обсуждаться уже по, вот то, что Анатолий говорит, по интересам, потому что у всех, конечно, интересы не могут совпадать. Но где-то, в каких-то моментах они, наверное, соприкоснутся. И главную задачу я вижу – выделиться из числа дилетантов на рынке. Это будет наше большое преимущество. Редактор субтитров А.Семкин